Вот, видите, по вечерам как пахнут пластиковые розы. Вы пока еще свежи, потому что через полчаса вы уже будете сидеть такие немножко так это, потому что сидеть сложно. Это не в шахтах уголь добывать. Сидеть это самое настоящее труд и наука. Я вам сразу просто пару цитат прочитаю, потому что потом цитаты они уже как-то поплывут, и вы, я стараюсь все-таки, раньше я старался как можно больше цитат для весомости материала приводить, сейчас я стараюсь как можно меньше для того, чтобы было более живое восприятие. Потому что я забочусь о вас, а не о тех персонажах, которые, так сказать, этим дорожат. С самого начала нечто подсказывало мне, что эти манифестации добром не кончатся, и хотя мне было только 13 лет, я высказывал свои соображения на этот счет одному из дядиных друзей. Я считал, что толпа использует патриотические чувства лишь как предлог для беспорядков, и власти неправильно делают, что не вмешиваются. Даже тогда я понимал, что толпой управляет смутный инстинкт, ее поведение непредсказуемо и всегда опасно. Но мой слушатель не оценил высказанных суждений, он был шокирован услышанным, и тут же сообщил все дяде, который строго отчитал меня. То есть девочке в 13 лет не полагалось об этом думать. Это вот вам первый момент. А второй момент, это я буквально сегодня сделал пост уже, это отрывок воспоминаний из воспоминаний этой прекрасной женщины. Если бы свободно позволили теоретизировать и дискутировать, то дело не пошло бы дальше разговоров и предложений. Но правящая каста строго подавляла все такие разговоры и предложения извне. По их мнению, ничего не изменилось. Они отказывались принимать во внимание общественное мнение и растущий интерес населения к делам государства. Любое проявление зарождавшегося самосознания России и объявлялось ими противозаконными. Это начало 20 века. Я ничего не хочу сказать. Я просто вам цитирую. Это русско-японская война. Это 1905 год. Она пишет про восторженные манифестации, когда была объявлена маленькая победоносная война. Я тут решил сделать целый цикл. Вот сейчас изучаю историю вторжения США на Гренаду. То есть, как раз хочу привести, ну, просто наглядно показать, что я не знаю ни одной маленькой победоносной войны, которая была бы в итоге маленькой. Ну, и, в общем-то, победоносной, да, но вот чтобы вот так вот. И еще один момент. Извините, я тут поставлю на это. Лишившись права использовать свой ум на благо страны, участвовать в управлении, интеллигенция, постоянно подозреваемая в желании подорвать устои государства, оказалась в открытой оппозиции, и между двумя классами, которые могли бы разделить ответственную за управление страной, установилась непримиримая вражда. Это то есть между интеллигенцией и правящей кастой. Император верил, что власть дана ему Богом. Он считал, что должен отвечать за благосостояние страны только перед Господом, и никак не перед самой страной. Он игнорировал мнение людей, не входивших в его окружение, считая это мнение несущественным, безответственным и прежде всего неприятным. Депутаты Адзиму Горова, главе с князем Львовом, это будущие председатели Временного правительства, казались императору мошенниками с революционными взглядами, которые, пользуясь военными трудностями, вмешивались не в свое дело. В общем, ничего не меняется, кроме государственного строя. Что Российская империя, что Советский стаю, что сейчас все едино. Риторика только немножко меняется. Ну и, естественно, технологии. Технологии коммуникации правительственного класса с нами, простыми гражданами. И вот от того, как эти граждане на это реагируют, от этого и зависит, собственно, судьба страны. Поэтому сегодня мы будем говорить про эту замечательную девушку. Я сделал, ну здесь она девушка, потом она будет женщиной. Я сделал вот тут тоже пост у себя, такой пронзительный. Он вызвал огромный отклик. Дело в том, что, естественно, основная база, на которую я буду опираться, это ее воспоминания. Но есть еще ряд источников, которые я благополучно не взял, положил у себя перед выходом. Это мне свойственно. Как, например, воспоминания Марии Клинмихель. Они у меня есть. Сразу хочу сказать, чем меня привлекает конкретно эта женщина. В отличие от многих других людей, в отличие от княгини Полей, это, соответственно, ее мачеха, то есть это вторая жена ее отца, о котором я сейчас буду рассказывать еще чуть-чуть, которая написала воспоминания, но там, простите, там просто слово «жиды» прямым текстом звучает. То есть понятно, какое у нее отношение к советской власти. Ее можно понять. Мужа расстреляли, сына сбросили в шахту, но вот. Читать, конечно, надо это все поделить на 10. Вот ее воспоминания, они не то чтобы нейтральные, они человечные. То есть она там вот не клянет судьбу, хотя могла бы больше, чем все остальные. Она просто, она с такой самоиронией об этом пишет, она пишет через, про свои трудности с большим юмором, не скрывает о том, об этом мы будем сегодня говорить, какая она была, простите, лох в определенных ситуациях. То есть она открытым текстом это пишет. Но самое главное, чем цены ее воспоминания, она не перекладывает вину за развал государства со своего класса. Она открытым текстом пишет, что в этом мы были тоже виноваты. И почему мы в этом были виноваты, она тоже пишет. Поэтому я сегодня еще чуть-чуть расскажу о том, о чем не успел рассказать в предыдущих, в предыдущей лекции про Дмитрия Павловича. Значит, краткое содержание предыдущих серий. Немножечко про отца ее, то, что я не успел сказать в прошлый раз. Ее отец вот стоит, это Павел Александрович, это самый младший сын Александра Второго. Собственно, вот он сидит у отца на коленях. Это просто на всякий случай мы вспоминаем. Иногда мне говорят, здравствуйте, проходите, садитесь. Типа, ну а что я пойду на эту экскурсию? Я там уже был два года назад. И я говорю, ну приходи, расскажи, что ты там запомнил за это время. Поэтому повторением отечения Александр Второй, будущий Александр Третий, Владимир Александрович, Алексей Александрович, Сергей Александрович, Павел Александрович. Вы всех все запомнили прямо сейчас, я уверен. Кто может выйти повторить из вас? Принцесса Дагмар, супруга-наследника престола, будущая императрица. И это Ники Николай Второй малыш. Павел Александрович, вот почему я этот портрет привел и почему вот я не могу сейчас вам показать, к сожалению, книгу воспоминаний Марии Клинмихель. Мария Клинмихель пишет про его маленького, как он один раз пришел и он был такой милашка, такой прекрасный. И про него сказали, ну просто посмотрите, он еще в таких сапогах был, сапогом, просто настоящий кот в сапогах. И забегая вперед, это такой трагик Сальвини, известный на тот момент итальянский Станиславский, он тоже там некую свою школу театральную разработал. И когда был спектакль в Эрмитажном театре, где играл вот этот прекрасный молодой человек, посмотрите, как он стройный, у него нету пуза, как у меня. Он говорит, какой пропадает актер, актер, потому что, ну где великий князь и где актер, да, это же вы понимаете. Только Каллигула мог на такие вещи собственно быть способным. И вот сейчас история просто для девочек. Значит, это две Юсуповых. Значит, вот это, это Зина Юсупова, по кличке Зайда, так ее звали. Это та самая Зинаида Юсупова, чей сын... Многозначительного... Такой сын... Ага, я понимаю, о чем вы говорите. Чей сын... Герболайф, да? Вы про это? Чей сын Феликс Юсупов вместе с младшим братом нашей сегодняшней героини Дмитрием Павловичем, соответственно, благополучно укокошили Распутина. Не самостоятельно, но они приложили руку. И у нее, в общем-то, судьба более-менее счастливая. Она вышла за графа Самарокова Эльстона или Эльстона, наверное, все-таки правильно. Ну и поскольку, соответственно, она была единственная представительница рода оставшегося, он взял себе еще, превосокупил фамилию Юсупова. А это и младшая сестра, вот она, Танечка, по кличке Танек. И вот этот Танек, она влюбилась в поле, так она его называла, Павла Александровича, молодого, красивого стада. Ну, вы же видели этого парня. Ну, как в него было не влюбиться-то, да, вот в этого? Ну, что ж такое-то, да? Где моя шпага, где мой конь, все, все, так сказать, барышни мои. И она, прямо как Татьяна Онегина, первая написала ему любовное письмо с признанием во всем, да. Неизвестно, прочитал он его или нет, естественно, он не ответил на это письмо, потому что на тот момент он уже был помолвен со своей кузиной, Александра Георгиевна, принцессой греческой, и та с ней тоже общалась, дружила, и не зная ее чувств, подарила ей портрет своего жениха, сказала, смотри, какой у меня красивый жених. Бедная девушка, в общем, вся в трансе, и у нее остался дневник, где напишет, все, счастья нет, я умру, и она реально умерла. Но умерла не от любви, как нам бы хотелось в данном случае, а от чахотки. Да, написала два письма, буквально две телеграммы отцу Николаю Юсупову в Берлин послала ее старшая сестра, первая, что типа Танечка заболела, не волнуйся, все в порядке, следующая телеграмма Танечка умерла. Да, вот так вот папа, сначала вроде все нормально, и следующая, да. Она умерла, и в селе Архангельское, ну вот это, собственно, наш отец, наш отец, отец Марии и Дмитрия со своей женой, да, вот это вот он уже совсем во взрослом возрасте, я показывал в прошлый раз, это просто его уже сын от второй жены, фон Пистелькорс, мы сейчас об этом не будем говорить, я подробно рассказал в прошлый раз. И вот этот Танек, у нее в Архангельском, на могиле, между прочим, он такольский, вот вылепил, вывоил такую вот, такого ангела на могиле, потом в 17-м году этого ангела раздербанили, прах выкинули в речку ее, революционно настроенные солдаты и матросы. Слушайте, я, скажу честно, не знаю, ну тинейджер она была, по-нашему говоря, подросток, в общем-то, отсюда все эти сопли и прочее, но, как мы убедимся на примере, например, на примере, например, Марии Павловны, она в 20 лет та была еще взрослая женщина, да, поэтому там, ну, я всегда привожу пример, вот я читал роман «Подросток Достоевского». Я обалдевал, потому что я читал его, мне было лет 17-18, я уже съездил несколько раз в Астрахань за марихуану и продавал ее в там-таме, да, и у меня была «Первая любовь. Проститутка», собственно, что описано в моем романе «От косяка до штанги», а он там писает какие-то вещи, я думаю, почему подросток-то? Ну, в смысле, какой подросток? Просто до 21 года раньше был подросток, официально был подросток, поэтому у Достоевского роман называется «Подросток», хотя речь идет о половозрелом 20-летнем лбе, поэтому, как бы, ну, время было такое, я, извините за автоб, когда читал воспоминания Спиридовича, это начальник сначала Киевского охранного отделения, потом он руководил, собственно, всей царской охраной, ну, в царском селе Николая II охранял, так вот, он окончил кадетский корпус в Нижнем Новгороде, он писал, что до 18-ти лет кадетов считали детьми, хотя некоторые из них уже с 14-ти лет бегали к проституткам, там, в общем-то, ну, и Нижний Новгород, ярмарка, вы же понимаете, там, все на белом свете, он там даже оставил название одного публичного дома Конкорде, и писал, что тот, кто был в Конкорде, это типа все, ты, ну, такой, он был в Конкорде, звучало круто, то есть, понимаете, ну, вот такое было время, абсолютное, как бы, лицемерное, ну, у нас сейчас тоже лицемерное время, но сейчас, мне кажется, дети в 13 лет знают больше, чем некоторые в 25, там, не знаю, раньше, вот такая печальная, романтическая история, ну, а мы, собственно, возвращаемся к нашей героине, вот она, Машенька с Димочкой, напоминаю, что мама их, вот она Машеньку-то родила, мама у них была веселая, такая, подвижная, могла на 8-м месяце беременности в селе Ильинском, это село старшего брата Павла Александровича, Сергея Александровича, прыгнуть в лодку, и вот она так раз один распрыгнула и ударилась, собственно, поясницей, и, собственно, и умерла при родах, а Дмитрий Павлович еле выжил. Никто почему-то не догадался сказать, что, может быть, не надо так делать. Это, напоминаю, соответственно, дворец, где проходило детство Марии, и Дмитрия, он находится в самом конце Английской набережной, чуть-чуть интерьеров. Детство у нее было, ну, такое, нельзя сказать, что несчастное, но нельзя сказать, что счастливое. Во-первых, мамы нет, папа один, папа хоть их и любит, но, тем не менее, она описывает некоторые развлечения, которые у них там устраивались. Например, папа во время Нового года один раз подорвал шутиху, ну, сейчас мы сказали, петарду, и у нее загорелось платье. Да, она дико испугалась, но платье потушили. А у них в этом дворце, им поставили многометровую горку, которую навощили, то есть покрыли воском, и они на кусках сукна с этой горки слетали. Она не любила кукол, написала, мне не нравились их, ну, сейчас бы написала, тупые лица, тогда так не принято было говорить. Она любила играть солдатиков вместе со своим братом Дмитрием, она отвечала за тыл, он за атаку, и они сооружали целые такие макеты, лего, да, из кубиков, и, говорит, чем старше я становилась, тем интереснее, влекательнее, стратегически развитее становились наши игры. И она с этой игрой, как она писала в вспоминаниях своих, не рассталась до самого замужества. Она играла в солдатиков. То есть она была такая, в принципе, если бы у нее было нормальное детство, если бы ей позволяли бегать, прыгать и так далее, она была такая бойбаба. Потом, в принципе, такой бойбабой была Ксения Александровна Романова, супруга будущего Александра Михайловича, но это мы забегаем, уже забегаем в другие дебри, потому что сейчас мне вам придется рассказывать, кто такая Ксения Александровна и кто такой Александр Михайлович, который, кстати, оставил очень неплохие воспоминания. Ну, о нем мы посвятим отдельную историю, потому что там тоже они зажигали напалмом. Ну и дальше, соответственно, то, о чем я рассказывал, папа женится на Корнович в девичестве, потом в фон Петелькорс, его лишают родительских прав, они отправляются к Сергею Александровичу и его супруге Елизавете Федоровне, это родная сестра Александры Федоровны, жены Николая Второго. То есть у Николая Второго дядя Сергей Александрович, что вы так хватаете за голову? Давайте, повторите, кто там, кому приходится. Я тут распинаюсь перед вами. Надо каждому планшет выдавать, чтобы вы там эти схемы рисовали, а потом я бы собирал и ставил бы вам оценки. На самом деле она пишет, что Сергей Александрович был прекраснейшим изначально отцом. Сначала он их лично купал, пока они маленькие. Ну, маленькие детки, они все милые, но у деток есть проблемка. Какая? Вот, видите, вы все эту проблемку знаете. Детки вырастают. И, к сожалению, когда им становится уже 12-13 лет, почему-то они не ведут себя так, как в три месяца, когда где кинул, там и нашел. То есть не надо вообще ни о чем париться. Поэтому, да, ну вот это, собственно, Елизавета Федоровна, это они еще, когда он не встретил, по-моему, Пистелькорс, это, собственно, Дима, это вот Маша. И у них, они были лишены нормального общения со своими сверстниками. Если к ним приходили дети, они не могли им говорить «ты», они не могли бегать, шуметь. Самых шумных детей потом больше не приглашали. Значит, когда отца лишили правительских, правительских прав, они приехали в Москву, жили в Москве. Значит, вот я лекцию в Москве читал и спрашивал, как вы думаете, где? Ну, многие ответили, там, где Собянин сейчас обитает, да? То есть в доме генерал-губернатора он изначально был двухэтажным, это напротив Юрия Долгорукова, а раньше там стоял памятник Скобелеву. Потому что А, она не представительница владетельного дома, то есть не принцесса, и Б, она еще и на ту беду и разведенная с двумя детьми. То есть это абсолютный, понимаете, к сожалению, для того времени... Какое влияние она может показать? Дело не в этом, это была идиотская, к сожалению, ну, с человеческой точки зрения, позиция не только здесь, вообще во всех правящих домах. Ты можешь выходить замуж. Почему там они, собственно, потом называли, допустим, эту Викторию бабушкой Европы, потому что ее, она, как споры, знаете, по всем странам они... Ну, например, например, вот она и, собственно, принцесса Алекса, она же при английском дворе воспитывалась, и они с Никки по-английски говорили, собственно. Знаменитая надпись в вермитаже, насарапанная алмазом Никки из Лукин от Гусарс, она написана на английском языке. К сожалению, тетеньки смотрительницы не показывают, как вот их, не умоляю, ну, можно шторку-то эту, но там не шторка, конечно, там такая, это, как-то гардина, я не знаю, как это назвать. Вот. отодвинуть, посмотреть, нет, не дам. У Дмитрия Павловича лейминги, воспитатели их, у них хорошая семья, им так нравилось, туда-то бывают, но их и туда перестали пускать. В общем, короче, вот они сидят в этой консервной банке в Москве, потом, значит, напоминаю, что случилось. Сергея Александровича убили, да, Каляев, первый раз он их пощадил, потому что он ехал вместе как раз с двумя детьми и со своей супругой, а второй раз он ехал один, он бросил бомбу, все, его разорвало на части. Единственный плюс во всей этой истории для Марии Павловны явилось то, что у них был абсолютно занудный преподаватель богословия, который по бумажке вот так и она умоляла избавить ее от него. Она даже написала, да, это будет продолжаться сегодня, чтобы вы, так сказать, да, да, знаете, как вот этих во время Великой Отечественной, когда радистов тренировали, их там сначала пошатывало, потом специально шумы создавали, чтобы вы лучше информацию, чтобы вы точную информацию восприняли, которая вам несется. Короче, Сергей Лекс, она даже написала отцу, отец попросил брата, старшего, а тот отчитал свою приемную дочь, что это за моей спиной, стучишь тут, понимаешь ли, брату моему, вот, но после того, как его не стало, этот вот богослов пошел лесом, то есть, это вот единственный положительный момент. Последнее распоряжение Сергея Александровича перед смертью было то, что он позволил купить своей приемной дочери мандолину, это вот последнее, что он, соответственно, распорядился. Ну и вот, представляете, все, она еще на ту беду лишилась не только родной матери, не только родного отца, который жив, но к которому ей нету доступа, но она лишилась и приемного отца, осталась только приемная мать, которая немножечко, ну, естественно, у них и до этого была странная жизнь. Мне одна написала зрительница, что вы там что, свечку держали, вот они спали в одной кровати, да, они спали в одной кровати, но днем они практически друг с другом не общались, и детей у них не было, вот, поэтому, может быть, я там свечку и не держал, но интимной близости между ними не существовало. И я вам хочу зачитать просто, чтобы вы понимали, как, как надо путешествовать. В 1897 году они отправились за границу, нам был выделен отдельный вагон, это ей и ее брату. И нашу свиту составляла мадемуазель Лен, это ее воспитательница, которая, когда ее сначала воспитывали две англичанки, ну, такие простенькие, потом 6 лет и привели эту мадемуазель Лен, про которую она писала, которая мне потом воспитывала и докучала мне ближайшие 12 лет. И она обалдела то, что А, эта девочка в 6 лет не говорит по-русски вообще, и Б, английский у нее такой, ну, знаете, как у портовых рабочих, да, то есть у кокни, у каких-нибудь, и она, естественно, сразу бросилась это все дело исправлять. Как надо путешествовать? Вот они едут в отдельном вагоне, еще один отдельный вагон рядом следует, там их багаж, у них в свите две няни, доктор, три горничные, несколько лакеев у двух детей, к тому же понадобился целый багажный вагон, который вез повсюду, куда мы следовали не только наши постели, но и личные ванны и великое множество других совершенно бесполезных вещей, которые, по мнению наших нянь, были совершенно необходимы для жизни в отелях, где всегда, по их словам, такая грязь. И вот, например, кстати, к восприятию России уже даже тогда в городе Бергенстохе им было позволено познакомиться с несколькими английскими девочками. Свита их поразила, они решили, что они окружены генералами, так лакеи одевались, то есть они решили, что это генералы. Они спрашивали, а бегают ли по улицам медведи, а верите ли вы в Бога, не язычники ли вы, то есть вот, ну, да, да, вот. Соответственно, вот она живет, хотя они, когда бывают, например, в царском селе, они живут аж в царскосельском дворце и ходят в гости к дочкам Николая Второго и Алекс, там мило время проводят, но потом они возвращаются в Москву, ну, в общем, время идет, время идет, и, ну, и как вы понимаете, собственно, какая судьба у принцессы, да, то есть найти своего принца, выйти замуж и уехать из страны, к сожалению, никаких других перспектив у нее нет. И происходит следующая ситуация, ее приемная мать, Елизавета Федоровна, имела привычку разбрасывать, где ни попадя, свои телеграммы, письма, но они грешным делом, естественно, посматривали, и в одной из них они увидели, что шведская королева просит прислать две ее фотографии, ну, для чего понадобились ей две ее фотографии, явно не для Вуду, да, соответственно, они поняли, что дело пахнет женитьбой, но и забыли, и через два месяца тетя говорит ей, типа, вот, приедет, соответственно, точнее, не, она не сказала, приедет, она говорит, завтра спустись, пожалуйста, будет гость, оденься поприлично, она спустилась, и там сидел молодой человек, лопоухий шведский, который переживал не меньше, чем она, да, и волновался, они с ним просто поздоровались, все остальное, соответственно, тетя взяла в бразды свои правления в свои руки, она руководила беседой, они менялись незначащими фразами, он спросил, можно ли ему прийти завтра на обед, она сказала, можно, тетя сказала, Марии Павловны никто не спрашивал, на следующий день примерно такая же ситуация, вот, и она вечером ее вызывает, говорит, ну вот, принц, она говорит, да, принц, он тебе понравился, ну, вроде как, ну что, ты готова стать его женой? и в этот момент раздался звон, она говорит, ну, тетя, я как бы его видела два раза по пять минут, то есть, грубо говоря, я его даже не знаю, она говорит, ну, тебя, конечно же, никто не торопит, якобы, она на ту беду еще заболела, у нее свищ, она свалилась с температурой, этот несчастный принц две недели проваландился, ему уже надо уезжать, ему нужен какой-то ответ, в общем, в итоге она выздоровела, к ней приходят, дверь открыта, тетя там, значит, уши греет за углом, естественно, вот, и он, типа, согласна ли вы быть моей женой, а она подумала, что, ну, в конце концов, она наконец избавится от этого диктата и заживет, наконец, своей собственной жизнью, ну, хоть так, да, то есть, это эмансипация определенная, для нее она сказала, да, я готова, все, дальше помолвка, они начинают письмами обмениваться, во время этого процесса она понимает, что они вообще абсолютно разные люди, что он еще, что она-то вот такая вот, а он еще больше такой, она говорит, ну, как мы будем вместе жить, ну, два таких взрослых человека, да, то есть, раньше у меня была Елена, сейчас нам тоже дают какую-нибудь фрейлину, которая нам там будет объяснять, я не знаю, что, куда и как и почему, она даже попробовала дать ход назад, сказала тетя, что типа не хочу, не могу, но то я сказала, как можно, ну, в общем, короче, она согласилась, ну, и что, свадьба, свадьба, а, ну, вот это, кстати, напоминает, да, вот эта самая мадам фон Пестелькорс, я рассказал в прошлый раз, это ее мачеха, да, с ее отцом, они живут во Франции, в своем доме, это краткое содержание предыдущих серий, вот она взрослеет, да, со своим братом, это она еще со своей живой мачехой, матерью, вот они, видите, в прошлый раз я говорил, показывал вам на повязку траурную Дмитрия Павловича, но обратите внимание, что и они обе в трауре, в черных платьях, это как раз траур по отцу, ну, в данном случае приемному, да, Сергею Александровичу, вот она, обратите внимание, что печатались вот такие вот открытки, которые продавались, потому что, естественно, подданные должны были знать всю родню царя, это вот, они уже более-менее взрослые, ну, как взрослые, при этом, ну, забегая вперед, могу сказать, что когда она самостоятельно оказалась за границей, она писала, что я никогда, например, не покупала платье на заказ, сама, я могла себе позволить только в галерее Лафаэт, я не знала, как расплатиться в ресторане, как заказывать блюда, я не знала, как купить билет в метро, ну, там еще про Европу идет, речь, там уже метро было, это английский, это чуп, чуп, то есть она вообще, ну, за нее всегда распоряжался кто-то другой, да, в Швеции у нее был такой лишний конюшей, в России это был, соответственно, адъютант брата, ну, то есть кто-то всегда, вот, платье и прочее, она примерно понимала, сколько стоит хлеб, масло, молоко, она вообще понятия не имела, поэтому хоть здесь и сидит, ну, такая более-менее взрослая женщина, на самом деле, ну, не взрослая женщина, а уже сформировавшийся человек, нет, это коронация, где мы можем увидеть, собственно, Николая Второго, и, ну, вот здесь вот просто хочу брать внимание, вот про этого человека я сделал отдельную лекцию, это его младший брат, Михаил Александрович, это последний император, который, в общем-то, императором по факту был только сутки, Маша там была, ну, это вот, собственно, ее жених, вот он еще приехал, вот она счастливая, видите, тетя ее, ну, она называла ее тетей, тетя довольно сдержанная, вот это она же с тетей, уже тут без траура у нас речь, ну и вот свадьба, 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 здоровье молодым, интересный тамада, конкурсы прикольные, обратите внимание на сережки, это, кстати, штатная тиара, ее выдавали великим княгиням, когда они выходили замуж, специально они в ней это все дело делали, потом благополучно сплыла вместе с многими бриллиантами, которые большевики распродали, сережки, видите, какие массивные, когда был, так сказать, праздничный банкет, они настолько ей уши оттянули, что она просто их сняла и повесила на край стакана, ну не стакана, бокала, Николай II это увидел, очень долго ржал над этим, он, кстати, вообще был парень юморной, хотя по фотографиям такое не складывается, ну а это, конечно, просто чистый инстаграм, до той эпохи, ну то есть, вот видите, все-все так свет, все так очень хорошо, но видно на самом деле, что она типа скромно опустила голову, но она думает, ну все, наконец-то, наконец-то я свалю, да, из этого прекрасного очага семейного, и вот у них уже семья, это ее сын, Ленард, Леня его, естественно, назвали в России, это мы к этому еще вернемся, это он уже в глубоком возрасте, эта книга воспоминаний, на шведском языке называется Доброй ночи, принц, тут он приводит кое-какие данные, которые нам понадобятся, она приехала в Швецию, и там она развернулась, она стала играть в хоккей, ну шведы, скандинавы, они более простые люди, да, она стала играть в хоккей, она там занималась всякими розыгрышами, там своего, значит, король шведский, значит, он кто и зять, да, или приходит, тесть, зять, тесть, кто он, ей, свекор, свекор, да, свекор, у меня постоянно со свеклой раньше это существовали, когда в детстве, когда они говорили свекор, я представлял себе свеклу, значит, его она как-то разыграла, они ехали в поезде, и она родилась старушкой, всех предупредила, и сказали, вы знаете, тут, значит, одна пожилая женщина хочет вам вручить цветочек, и она зашла, такая, и он что-то надо сейчас с ней говорить, и она просто со смеху повалилась и стала валяться на полу, это все раскрылось, в общем, такой пранкер была, потому что, как я рассказывал в предыдущей лекции, папа у нее тоже был пранкер, вот он как-то подложил под кролика яйца, и сказал, что кролики несут яйца, и дети его поверили в это, да, ну, то есть, в принципе, были веселые люди, вот, время идет, сын растет, скоро он исплатится, наконец, оделся в матросочку, это все тоже, видите, такие официальные фотографии, которые были предназначены для подданных, для Швеции, чтобы вот, наследник, наследник, жена, красавица, все хорошо, а дальше начинается такая тема, она проводит свое время на острове Капри, это такой жестокий остров, там вот еле выживал наш Максим Горький, там тяжело, там солнце, море, сосны, ужасно, да, то ли дело у нас, сейчас вот выйдешь, и прекрасная пыль, грязь, но солнце, да, мартовское, петербургское, в своих воспоминаниях она называет этого человека доктор М, но это вот известные Аксель Мунте, это он еще в молодости, а когда она с ним общалась, он выглядел вот так, видите, он большой любитель собачек, тут они, кстати, собачку купают, значит, это доктор М, поскольку она, несмотря на то, что вышла замуж, она все равно оставалась вот немножко такой, она начала к тому моменту понимать, что ну у них с мужем, ну вообще, ну не алло, ну вот никаких вообще точек соприкосновения абсолютно, что не мудрено, потому что, ну они не общались, то есть она, конечно, свою функцию немножко выполнила, родила ребенка, но вот, и она начинает об этом рассказывать этому доктору М, про свою вот, может быть, неудавшуюся уже семейную жизнь, а он, понимая, что она очень малоопытный человек, начинает входить в ей доверие, начинает ей тоже делать какие-то советы, подсказывать, и он вот стал таким немножко манипулятором, да, то есть молодая неопытная девчонка, попала в его руки, и она очень как бы так пишет в своих воспоминаниях, непонятно, что у него были на меня определенные виды, что за виды, непонятно, но вот в той книге, которую я вам показывал, ее сына, там открытым текстом пишется о том, что он просто планировал с ней переспать, и для этого он сделал все, он, во-первых, убедил ее, что у нее больные почки, и надо как можно больше времени проводить на этом прекрасном острове, снял для нее отдельную виллу, значит, приезжал ее тетя, он ей объяснил, что у нее, у вашей жены, больные почки, он потом специально еще в Москву ездил, еще раз ее убеждать, а она как бы чем дальше, ну, она все-таки, ну, не совсем уж, простите, да, она начинает понимать, что это не то, абсолютно не то, и главное, он абсолютно не возражает против ее развода, а вы должны понять, что такое развестись, она, извините, дочь наследника шведского трона, и уникальный случай, такого не было и никогда, чтобы вот так легко и непринужденно за два месяца их развели, да, дал согласие и шведский король, дал согласие наш царь, что у меня вообще в башке не укладывается, потому что сколько там замесов, папа ее живет во Франции из-за того, что ему не дали, значит, оформить нормально брак с фон Пистелькорс, она развелась, но она потеряла, соответственно, доступ к своему сыну, потом, когда скрылась вот эта махинация доктора М, она быстренько от него убежала, и, соответственно, куда деваться дальше, что, как вы думаете? Обратно в Россию, она вернулась обратно в Россию. Слушайте, я в годах не силен, но это было между 1900, по-моему, седьмым, восьмым и четырнадцатым годом, потому что в четырнадцатом году Первая мировая война, отцу ее, наконец, разрешает вернуться в Россию, потому что он хочет служить родине, своей, он покупает участок, начинает строить свой дворец в царском селе вместе со своей мачехой, а она, Мария Павловна, становится медсестрой. Она отправляется в Псков, и там она возглавляет госпиталь во Пскове, и на самом деле она долгое время пытается скрыть от своих подчиненных, кто она такая, но раненые офицеры, знаю, кто она такая, начинают целовать ей руки. Ну и, в общем, все понятно. И тут она выясняет, ну, то есть, во-первых, в Швеции она что открыла? Она открыла удивительные вещи. Оказывается, шведы занимаются бюджетированием, они планируют свой бюджет на месяц, и согласно этому живут. То есть, можете себе представить, вы-то, я уверен, как бы не планируете свой бюджет, вы, так сказать, знаете, приходите, как-то, говорили, в лавочку, говорите, запишите на мой счет. Приходите в какой-нибудь модный магазин, говорите, это на мой счет. На заправке, говорите, это на мой счет, пожалуйста, да, и в конце вы расплатите. Так же все происходит, правильно? Для нее это новость. Второе, что она выясняет, оказывается, Швеции, ну, то есть, она вот в этом Пскове, связна и убога живет наше крестьянство, и она по своих воспоминаниях пишет, я не понимаю, почему ни одному из представителей моего сословия никогда не приходило в голову, что наши люди живут вот в таком состоянии, потому что в Швеции каждый крестьянин выглядел, она говорит, вот у них у всех были велосипеды, например, велосипед тогда стоил дорого, у них дети учились в колледже, и она писала, что я до конца не могла поверить, что эти сытые, чистые, довольные, бюргеры крестьяне, то есть, у нее это в башке не укладывалось, в общем, она пытается наводить там свои порядки, она видит, что кто-то пилит бюджет, ну, потому что не доходит пища нормальная до раненых, она начинает ставить свои порядки, естественно, старший врач с ней вступает в контры, но она как бы своего добивается, здесь она пишет, на самом деле, несколько нелесоприятных слов по поводу императрицы Александра Федоровны, на которой она пыталась обращаться с этой проблемой, но та ее не поняла и не приняла, и так далее, в общем, она там работает, работает очень жестко, она реально там пеленует, она описывает разные ситуации, выносит эти судна за ранеными и так далее, ну, а потом вступает 17-й год, ну, и вы знаете, что, ну, это касается не только нашей страны, это касается, в принципе, многих стран, но у нас это чувствуется особенно остро, что вот сегодня тебя любят, уважают, целуют тебе ручки, а завтра ты становишься абсолютно нерукопожатный, в феврале 17-го года, куча изменений, этот идиотский приказ номер один, когда, который отменил чинное почитание в армии, то есть, теперь офицер не офицер, теперь все солдатские комитеты решают, как вы понимаете, это очень позитивно сказывается на армии, когда тебе говорят, пошли в атаку, а мы сейчас с пацанами решим, пойдем в атаку или не пойдем, давайте-ка проголосуем за это, это же как бы очень боеспособно, единицы сразу становятся, в общем, начинает косо смотреть, один раз вообще ее раненый ударил, чтобы представить такое, до 17-го года, она, простите, на секундочку, Романова, она внучка царя-освободителя, да, то есть, как бы, ну, а вот уже все, она, потому что она гражданка Романова стала, ну, и, в общем, я сейчас не буду этого периода касаться подробно, она еще параллельно с этим, ну, это вот, понятно, да, она описывает в своих воспоминаниях, как она навещала брата в Сергиевском дворце, это дворец Белосейских-Белозерских, на углу у нас фонтан Кенецкого, он принадлежал как раз Сергею Александровичу, потом пришло Елизавете Федоровне, она подарила его, как раз Дмитрию Павловичу, его сестре, и они умудрились его продать в 17-м году, и Дмитрий Павлович на эти деньги потом прекрасно жил, но мы об этом еще поговорим, вы живы, я потому что еще что-то только половину же не рассказал, это мы еще только в России находимся, она же потом поедет, в общем, короче, вот это вот Путятин, начальник дворцового ведомства, а это его старший сын Сергей, и у них с ним, короче, шуры-муры, а отец ее, Павел Александрович, он очень хотел, чтобы она, ну, наконец, нашла себе мужика нормального, чтобы он был спокоен, что она, ну, и вот, и вот представляете, сентябрь 17-го года, в стране полный вообще, аут, развал, уже начинается, как бы, большевики наступать уже, очень капитальная, да, а у них свадьба, у них свадьба, они поженились, ну, и Павел Александрович выдохнул, у них поженились, у них медовый месяц, она забеременела, вот, а потом наступает 17-й год, в общем, как я рассказал в прошлом раз, отца ее арестовывают, расстреливают, в Петропавловской крепости, брат ее, слава богу, на Персидском фронте, куда его отправили за убийство, Распутина сама, она вместе со своим мужем, и его, соответственно, со своим свекром, и свекровью, они поехали в Москву, в Москву за драгоценностями, которые, они успели изъять, буквально, вот, за день до того, как началась национализация вкладов, там была проблема, заключавшаяся в том, что большевики объявили национализацию вкладов, сначала, ну, типа, крупных владельцев, а потом они изъяли вообще все вклады, и в 20-е годы, когда они начали выпускать свои займы, почему-то ни рабочие, ни крестьяне не ломанулись эти займы скупать, потому что доверие, конечно, было очень полностью подорвано, ибо вот все эти сбережения мелких вкладчиков, они были забраны, но это как сейчас, вот почему народ у нас ломанулся, вот стоит в очереди, эти деньги снимают кэшем, да, потому что наши люди, у них есть, у них есть место под названием пятая точка, которое они, которое они чувствуют, да, я-то не ломанулся, потому что у меня там особо ничего не лежит, но, тем не менее, короче, у них драгоценности, прислуга начинает их сама сдавать, стучать на них, и драгоценности с ними нужно, их, во-первых, надо спрятать, потому что приходят с обысками, они уже знают по опыту, что, как вы думаете, когда приходят с обысками, что в первую очередь смотрят? Матрас, шкаф, камины, ребята, камины, вот вы свои камины давно топили? Что, у вас нету в двушках камины? Да? И даже портьеры, портьеры, потому что вот я обычно на Поварской улице в Москве рассказываю историю про то, как княгиня Мещерская прятала Боттичелли в портьере и не могли найти. Но она даже опасалась не столько чека, сколько анархистов, которые тогда орудовали вокруг и все крали. Поэтому, когда там ее маму прижали, лично Феликс Эдмодович, вот мама написала дочери знаменитую записку «Китти верни Боттичелли». Да, и Китти Боттичелли вернула в портьере. Значит, они что делали? Например, ее свекровь, вот эти вот диадемы, которые невозможно было согнуть, она их зашивала в тульи от шляп, тулья, это вот часть вот этой шляпы. Дальше она свои колье-жерель, она их как она распустила, банка из-под чернила, такая бутыль синяя, вылила чернила, туда, соответственно, все сгрузила, залила парафином чуть-чуть, сверху налила чернила, закупорила, а там еще такая была большая этикетка, и эта бутылка стояла на самом видном месте на столе. Затем они брали банки из-под какао, клали туда тоже драгоценности, закрывали, окунали эти банки в воск, приделывали сверху фитиль, обволакивали золотой бумагой и ставили перед иконами, иногда их даже поджигали. То есть, в общем, да, ну, не говоря уже о том, что ее свекровь тут же сшила себе жилет, в котором значит, все это носила. Ну, а потом, когда объявили, когда урицкий и товарищи объявили о регистрации всех офицеров, а у нее муж офицер, ну, они уже все понимают, надо бежать. А как, куда бежать? Документов им не выдают. Она не может, у нее есть одна единственная бумага от шведской миссии, что она шведская принцесса и прочее, но она тоже с ней не может поехать, потому что она ее зашивает в кусок мыла, она это все дело убирает. И, конечно, они решают ехать без документов. У них была единственная бумага от Павловского какого-то там этого совета, пропуск, где их имена были написаны неразборчиво. И вот с этим они втроем, она, ее муж и младший брат мужа, Алик, с тремя чемоданами на поезде отправляются на юг идет война с немцами, но они понимают, что единственный их шанс это как раз через этих немцев. И вы представляете, она, которая работала медсестрой, она выхаживала раненых на этой войне, понимает, что единственный ей выход через территорию потенциального врага. В общем, они приезжают, не помню, куда, в Оршу, что ли. Им по дороге садятся 40 революционно настроенных матросов, которые планируют в этой Орше устраивать обыски. Муж ее дает на лапу проводнику и говорит, пожалуйста, эта дверь не должна быть открыта. И нас, как проводник, свое дело сделал. Они сидели в купе и на каждой остановке они там, конечно, писались от страха, потому что заходили революционно настроенные солдаты и матросы, но проводник вставал, говорил, что там то беременная женщина, то уставшие инженеры едут, беспокоить. В общем, они доезжают, выходят, она стоит со мной на платформе, потому что муж с братом отправляются чемоданами, идут вот эти пацанчики с винтовками, говорят, типа, ваши документы, а она собралась, вы знаете, они вот у мужа, сейчас они вернутся, посмотрели, плюнули, пошли дальше. Значит, те взяли эти чемоданы и приходят к местному еврею. Евреи очень часто и до революции занимались контрабандой. Он должен был их перевести через границу. Когда он выясняет, что у них нету документов, он говорит, нет, no means no. И вот они остаются в городе, где на ту беду еще свирепствуют холера и тиф с тремя чемоданами, тут рядом эти 40 матросов и, короче, что делать, да. Да, кстати, хочу сказать, что она родила, а ребенка они оставили свекру и свекрови, которые должны были к ним присоединиться позже. И они решают просто на свой страх и риск ехать границей. Нанимают извозчика, едут к границе, подъезжает просто там забор, это границы, и вот стоит вот эти, знаете, на лаянии такой шапка на бекрень, у него в руках, как она писала, то ли хлыст, то ли что-то, и он так вот стуча себе о галифе, поплевывая, значит, вот они приходят, и она ему начинает втирать, что вы знаете, вот у нас мы ехали с родственниками, родственники уехали на поезде, у них остались документы, мы не можем их догнать, они уедут без нами, мя-мя-мя-мя-мя-мя, он говорит, не вообще, ня-ля. И тогда она идет вабанк, она говорит, слушайте, вот смотрите, вот там как бы мой муж и мой брат с чемоданами, давайте я их сейчас оставлю, а сама пройду до немецкой границы и там договорюсь и как бы вернусь за ними. Ну и тут, короче, она так спокойно, она вот собралась, она спокойно, она без нервов, она спокойно с ними говорит. И он ее пропустил. Он ее пропустил, она подошла ко второму забору, и там в щель уходит немецкий офицер, а она как бы женщина Романова, она по-шведски говорила, и даже немножко по-немецки. Она ему по-немецки окликает, достает из мыла эту бумаженцу, просовывает, вот ее так развирает, у него меняются глаза, значит, на лоб влезут, и он говорит ей по-немецки, это вы? Она говорит, это я. В общем, он ее пускает, она ему объясняет ситуацию, он говорит, ну понимаете, вам нужна украинская виза, чтобы получить украинскую визу, вам нужно отправиться к комиссару. Как только она слышит слово комиссар, она говорит, нет, подождите, это не тот комиссар, о котором вы думаете, это как бы комиссар-комиссар. В общем, короче, дело ясно, что дело долгое, она там, куча пертрубаций, в итоге она доходит до этого комиссара, тот дает ей визу, и они отправляются и вызволяют своего брата, ну брата и с мужем, а этот с властом, он про них уже думать забыл. Ну сидят и сидят, все, и вот они оказываются на территории, и они говорят, господи, я никогда не забуду этот вкусный гороховый суп, который меня там накормили эти немцы, потому что они уже забыли про это, ну потому что они, естественно, питались морковным чаем, там всякое, вобло это было просто, как вы знаете, 18-19 год, вот я просто сейчас изучаю очередной 58-й раз блокаду, потому что пишу книжку, уже более серьезную на эту тему, и вот, ну скажем, допустим, моя бабушка, она этого не застала, но вот родители и дедушки наших бабушек, они прекрасно помнили, что такое вот эта вся история, и когда полыхнуло, почему тоже моментально полки опустили, потому что люди понимали, что будет, вот, ну и потом они садятся на поезд, едут в Киев, там они заходят, значит, в вокзальном ресторане, они заказывают обед на двоих, она говорит, что мы с Аликом приговорили поросенка, тут же, да, а в Киеве она съела 12 пирожных в один присест, и потом она, соответственно, оказывается в Румынии, у королевы румынской, куда ее перевез канадский офицер, который за ней приехал, но там она недолго обитает, потому что у них ничего нет с собой, а румынский поднанный, что-то вообще не в восторге, что вот эти вот Романовы приехали, и она отправляется, что у нас там дальше по плану, и она отправляется в Англию, но здесь она уже с короткими волосами, мы об этом поговорим, она отправляется в Англию, где встречается со своим братом, вот они, я рассказал в прошлый раз, они начинают вместе жить, и вот тут она признается, что мне нужно везти дом, а я ничего не понимаю, но судя по всему, надо сметать пыль, но судя по всему, надо намастить паркет, навастить, вы давно мастили паркет? Камина у вас нет, паркет вы не мастите, да, Лакеев, судя по всему, у вас тоже нет, откуда вы, кто вы, в общем, она пытается везти этот дом, дом вообще ужасный, уголь подорожал, они все камины закрыли, и так далее, и при этом она пишет о том, что я понимала, что не мой муж, не мой брат, они не могут найти работу, потому что они военные, а я могу работать руками, и она начинает шить платье, она начинает шить платье, шить платье, вязать, вязать свитеры, она их продает, на эти деньги покупает мясо, те, тем временем, гоняют по городу на мотоцикле с коляской, в общем, баба пашет, и она, понимаете, вот она святая женщина, то есть она как бы вообще без претензий, вот, ну, в итоге они потом перебираются во Францию, там эта тема продолжается, она пытается уговорить своего мужа найти работу, он вроде даже находит, брат ее пристроился в крупную винодельческую фирму, но он говорит, ну, если я люблю Дон Периньон, то, наверное, я смогу его продавать, потом он даже вошел туда, совет директоров, и тут у нее начинаются уже терки и с мужем, она понимает, что что-то это, при том, что вернулись свекоры со свекровью, в общем, ребенок их умер, когда ему был один год, от дифтерии, то есть она потеряла ребенка, с мужем, соответственно, вы понимаете, связь совсем нарушилась, и она мечется, она не понимает, что ей делать, ей еще в Англии, вот эти вот марлинги, которые пасли в Персии его брата, это были дипломаты, они говорили, вы все свои драгоценности, которые успели вывезти, вы их сейчас единовременно оптом продайте, деньги куда-нибудь вложите, и будет вам счастье, но они, а, думали, что все это временно, ну, сейчас большевики посидят там пару лет, это и мы вернемся, б, ну, это были не просто драгоценности, это были фамильные драгоценности, да, то есть она не пошла в Сваровские, не купила их, это ей досталось по наследству, короче, они к этому отнеслись не просто как к побрякушкам, естественно, они старались с ними не расставаться, и по чуть-чуть продавали, но я уже объяснял в прошлый раз, что рынок просто обвалился, ну, то есть одномоментно на европейском рынке оказалось огромное количество драгоценностей, естественно, в этот момент цены падают, такая же история случилась, когда большевики решили распродавать Рембрандтов и всех остальных, да, то есть одномоментно на рынке европейском и мировом появилось огромное количество произведений искусств, которые можно купить, да, и причем за такую цену, что, да грех не взять, да, и она думала, 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 а она познакомилась с Коко Шанель, потому что еще когда она была в Лондоне, ей принесли платье коричнево вязанное, сказали, что это вот набирающие обороты, такая модельерша Коко Шанель, она говорит, я помню, что в Виорийце, когда мы отдыхали, там была какая-то девчонка, шляпница, не та ли это Коко Шанель, оказалось, что та, ну а Коко Шанель, как вы знаете, с ее братом, у них там одно время был роман, и в общем, она как-то присутствовала при разговоре, это Коко Шанель спас ее, ну не подряд, да, подрядчицей, которая ей вышивки поставляла, и та и пыталась продать одну вышивку за 600 франков, а Коко Шанель, она причем безапелляционно говорила, что это не стоит 600 франков, ты объяснил, ну мадам, ну вот тут, значит, китайский шоу, кто все 5-10, говорит, меня вообще это не волнует, это не стоит 600 франков, и тут Мария Павловна говорит, слушайте, а если я вам такую же вышивку сделаю за 450? Шанель спрашивает, а у вас есть опыт? Она говорит, нет, там я посмотрела, она говорит, а давайте, Мария Павловна, не помню себя от счастья, несется домой, значит, ей для этого нужен станок, специальный станок, который крючком делает специальные узоры, значит, в Зингере станков этих нет, выяснилось, что эти станки продаются только на фабрике, но там бонусом идет обучение, и она одела свое самое драное платье, отправилась сюда, на фабрику, и обучалась там, стоя у станка, она писала, что я решила пройти по американской схеме, у нее была, ну вот, понимаете, вот святая женщина, у нее была схема идеальная, она хотела, а, построить бизнес, обеспечить себя, и прежде всего, своего брата и мужа, конечно же, такие два мальчика несчастные, которые, я же, муж ее покупал, Ситроен, выжимал из него все за три месяца, в хлам убивал его, и менял, и покупал новый, она писала, что когда он начинал тарахтеть, как кофемолка, ну то есть, если бы они жили, если бы ее муж, ее брат, если бы они жили, ну как бы, согласно ситуации, ей бы не понадобилось работать, ей бы не понадобилось стать у станка, они бы прекрасно там выжили бы, но они же это, тратили бабло просто направо и налево, ну и вот она обучилась этому, и она решила, что бизнес, бизнес, вот это она, видите, сама вышивает, это она сама с чемоданами, бизнес она свой назвала, кит мир, это мы немножечко отвлекаемся, это просто, нарю дарю, собор, где она пребывала на службах, ну сейчас это к делу не относится, да, да, обратите внимание, вот это она до, вот такая пышная у нее шевелюра, собачка, это она после, вот кстати, пожалуйста, вот эти самые фамильные драгоценности на ней висят, пока еще, потом она и их продаст, в какой-то момент, это уже, видите, 22-й год, Коко Шанель, глядя на нее, сказала, нет, я больше так не могу, во-первых, она начнет нормально одеваться, потому что она долгое время носила траур, по отцу, а вот, во-вторых, слушайте, берет ножницы, берет ее волосы, говорит, все, вот, так теперь лучше, она пишет, я даже сама не поняла, как это все произошло, но надо отдать должность, с тех пор, она до конца жизни ходила с короткой стрижкой, ее обкорнала французская модельерша, просто сказала, вот так тебе надо, понимаете, какая вот женщина, да, ей вообще плевать, ну, великая княгиня, ну, и что, подумаешь, ну, выглядишь как чмо, давай я из себя сделаю нормальную, прекрасную женщину, да, и сделала, понимаете, она их больше не отращивала, ну, это вот, ее, так сказать, братик, с той самой Коко Шанель, причем она была его старше, вот это вышивки, вышивки, которыми начала заниматься Мария Павловна, она хотела организовать фирму, нанять своих несчастных компатриоток, россиянок, которые оказались точно такой же жопе, как она, и таким образом, это такой бизнес-благотворительный проект, с одной стороны, она дает работу им, с другой стороны, она что-то получает, и все хорошо, ей сразу сказали, зачем ты этим занимаешься, возьми себе профессионалок, потому что твои, но они же ничего не умеют, ничего, и они научатся, я их обучу, и действительно, они учились, вот, вот такими вещами они занимались, это был писк сезона, она описывает первый самый показ, на который пришли, как у Шанель, значит, клиенты главные, как она смотрела, как уходят ее вышивки, и потом, когда это пошло, ну, уже в массы, она сидела в ресторане, и там зашла дама, в платье с ее вышивками, говорит, я не могла сдержаться, чтобы не пялиться в нее, и чтобы, и я еле удержал, чтобы не подойти, не потрогать ее платье, потому что мне так хотелось, да, я не помню, я не говорил это в прошлый раз или нет, заслуга Коко Шанель заключается в том, что она сделала моду массовой, если до этого все ориентируются к какой-нибудь баронессу или прочее, она вот ввела вот этот вот сезон осень-зима, и, в общем, сделал ее более-менее демократичной. Это реклама фирмы Марии Павловны, Китмир она называлась, Китмир это пикенес, собачка, бывшего посла Вашингтония российского, который еще при царях был, вот, это вообще некое существо из иранской мифологии, вот они его так назвали, и она решила тоже так вот назвать, вот обратите внимание, ну, прическа, да, по той моде, коротенькая, рукава такие, видите, широкие, помните, вот у нее из рукавов она там, косточки, там, лебеди полетели, как там это у нас было-то, да, я уже забыл, да, озеро и так далее, вот здесь тоже очень характерно, вот такие вот узоры, вот это все, это русский стиль, который сначала пропагандировал Дягилев своими русскими сезонами, вот, а потом это все уже с театральных подмостков вылилось в моду, пик этой моды, это 22-24 года, это Париж сходит с ума по всему русскому, российскому и так далее, вот, видите, при том, что, это знаете, да, что за бренд, ну, да, это, собственно, как у Шанель, обратите внимание, как он выглядит, видите, весь такой цветастый, ее кит-мир, вот это она сидит вместе со своей работой, видать, после работы, да, ну, и вот это, соответственно, платье, вот это, вот это мода тех времен, ну, понятно, что такие плохие фотографии и прочее, но я думаю, что если бы сейчас женщина шикарная появилась в таком платье, то мы бы все забыли бы про жен, детей и всех остальных, вот тоже, видите, это реклама ее, вот, стеклярусом, видите, это все ручная работа, ручная работа в промышленных масштабах, то есть им нужно было таких вышивок нафигарить на все платья, ну, и вот ее работницы сидят, ну, и да, действительно, они работали, но выхлоп был не такой, какой нужно, и потом она была не бизнесмен, она не понимала, она сам как бизнес работает, она вот как бы, денег она заработала, да, еще, конечно же, когда узнали, что у нее есть деньги, то к ее брату и к ее мужу пришли люди и сказали, тут есть такое дело в Голландии предприятием, вообще, вот, вкладываешь и живешь в шоколаде, и они вложили ее бабки, которых она больше никогда не увидела, да, то есть, ну, в общем, а эти прекрасные девушки, вот она их приютила, она их научила, она у них, они у нее работают, и как вы думаете, что они дальше делают? Открывают форму? Конечно, они тырят ее паттерны, они тырят ее идеи, открывают свои мелкие лавки и начинают работать на стороне, вот понимаете, как бы, мы, конечно, люди русские, своих не бросаем, но иногда, почему бы и нет, и, короче, она понимает, что вот она занимается этим, вроде и бизнес есть, и удовлетворение от работы, и деньги идут, но денег нет, их нет, более того, бизнес разрастается, он требует еще больших денег, а денег нет. Правильно, эти ситроены покупают, там дело не только в ситроенах, хотя и в этом тоже, но просто она не понимала, как вообще бизнес работает, куда надо вкладывать, как нужно правильно расширять, короче, с менеджмента, а потом она допускает еще одну стратегическую ошибку, у нее всегда был гарант сбыта, это как о Шанель, но она, когда бизнес разрос, она решает, ну блин, а почему бы самой не попробовать, и она честно об этом с Шанель поговорила, та сказала, да, хорошо, но, вот этих, этих и этих партних, вы с ними не работаете, короче, она и сузила очень сильно спектр возможностей, ну и потом пришла еще одна компаньонка российская сказала, ой, я хочу вам помочь, давайте вместе, она говорит, да, давайте вместе, ну и как вы думаете, у кого в итоге этот бизнес оказался, да, и потом, короче, все это по итогу пришлось продать французам, Мария Павловна отдыхала как-то, вот эта последняя, финальная песня, отдыхала как-то у Юсуповых на их острове, и как-то оступилась, и вовремя ничего не сделали, и, короче, у нее нога еще не сросла, все она стала ходить с палкой еще на ту беду, то есть она еще с палкой ходит, но не отчаивается, сначала она хотела стать менеджером по продажам, парфюмерии, в Англии хотела, значит, этим торговать, потом поехала в Америку, ничего у нее ни там, ни там не получилось, более того, в Америке она точно так же еще пыталась продавать там свою продукцию, американцы, ну они же люди понятные, они поместили рекламу, где вот такими буквами было написано, что это продукция великой княгини, и дальше шло немножко про ее продукцию, она когда увидела, она просто обалдела, ну понимаете, вот человек как бы, ну вот не бум-бум, в пиаре, я бы точно так же сделал бы, если бы ко мне пришел великий князь и сказал, у меня есть товар, я хочу вот, ну мой, я его продать, я бы, естественно, ну может не так, но я бы, конечно же, обыграл, что это великий князь, да, ну то есть, как бы, ну это правило рекламы, это так работает, но она считала, что это вообще безнравственно и так далее, ну, сорян, детка, это как бы взрослый мир, nothing personal, just business, и вот, но тем временем, она подписывала какие-то мемуары, сама для себя, просто сама для себя, сначала в Швеции ее попросили, а ты-ка, пришлите-ка что-то вот, она прислала главку, она говорит, слушайте, давайте-ка еще, пришли деньги платить, а потом в Штатах что-то заинтересовались тоже, и она вдруг поняла, что, она говорит, а неужели это кому-то интересно, а это было дико интересно, это было дико интересно, она начала писать свои мемуары, сдавать, с мужем своими она развелась, да, там, конечно, свекровью пытались этот брак спасти, но нет, она развелась, ну и, а он потом тоже, сначала она сбагрила Дмитрия Павловича, богатые американки, слава богу их, да, а потом, в общем-то, и муж у нее тоже женился, она богатый, и она, наконец, поняла, что в кои-то веки она может какие-то деньги потратить на себя, вот она там, к сорока с чем-то годам, вдруг осознала, что, отчего бы мне не побыть немножко эгоисткой и не потратить деньги на себя, и начала этим заниматься, она в Америке издала мемуары, она стала заниматься, она приехала в Буэнос-Айрес к своей знакомой, стала там заниматься живописью, но тоже живопись для себя, абсолютно, она стала писать для немецкого издательства Херст, то есть, по сравнению, она стала блогершей в области искусствоведения, а в то время эти занятия приносили очень серьезные деньги, вот Хаммингуэй, The Mobile Feast, праздник, который всегда с тобой, он писал, что ты как бы рожаешь в месяц 3-4 статьи для канадской газеты и вообще их горя не знаешь, и живешь на эти бабки в Париже отлично, то есть, платили тогда очень хорошо, ну, потому что, понимаете, телевизора нет, интернета нет, в общем, да, пресса и литература, они еще очень серьезно имеют значение. Это она уже, видите, во взрелом возрасте, это еще жив ее брательник, она увлеклась фотографией, причем, более того, цветной фотографией, она стала это все сама проявлять, у нее было несколько фотоаппаратов, вот она, видите, с печатной машинкой, и, в общем-то, на старости лет она, наконец, познала спокойствие, умиротворение, более того, в Штатах ей прооперировали ногу, она, наконец, избавилась от палки, перестала с ней ходить, она купила машину и стала на ней гонять, как ее бывший муженек, но теперь она, как бы, делала это для себя и в кайф, и знала, что она свою машину убивает. Да, это место, куда я, теперь вообще не знаю, когда кого-нибудь свожу, это в Париже, совершенно потрясающе свято-сергиевское подворье, я рассказывал об этом в прошлый раз, но вот эта роспись, она сделана, у нее оставался изумруд, который она берегла до последнего, изумруд Елизаветы Федоровны, и вот его она умудрилась продать за 100 тысяч франков, реально заплатили нормальные деньги, вот на эти деньги сделана роспись, это рядом с Бюдж-Шамон, это такой у них холм, откуда Александр I смотрел на Париж, когда он его завоевывал, то есть вот она еще на это деньги свои потратила, ну и вот она, видите, это после презентации ее мемуаров стоит толпа этих американок, которые там, как бы, Америка это self-made страна, но при этом у них все время, у них нет истории, у них нет бэкграунда, да, то есть вот это очень чувствуется, когда ты приезжаешь, мне этого очень не хватает, то есть я когда анализировал, почему бы мне было не очень хорошо жить в Америке, вот именно из-за этого, наверное, единственный город, где я бы существовал, это Бостон, там хоть какая-то история сохранилась, и, конечно, для них вот это вот жизнь, это Романовс, вот это вот все, там вот, тем более революция, ну, короче, вот это золото, бриллианты, все, раскупались, как пирожки ее, книжки, вот, видите, очередь за автографами, она после презентации, ну, а потом, на старости лет, это ее сын Леня, Ленард, который, он стал Бернадотт, потому что он тоже женился не на той, на ком надо, потом и с ней развелся, еще раз женился, он купил себе остров, и маму свою, видите, они с фотоаппаратом, маму свою на старости лет туда вызвал, построил ей там личную церковь, окружил любовью и заботой, и это она вот со своим муженьком, вот этим вот, самым первым, это ее внучка выходит замуж, да, и внучка, и вот эти все внучки, они, конечно, в дико вообще ауте, что у них бабушка, русская княгиня, и они, наконец, понимают, почему их папа немножечко такой же занутый, не совсем швед, потому что вот откуда у него все эти задвиги-то, потому что бабушка вот такая приехала с фотоаппаратом, печатными машинками и на тачке разъезжает, как бы, выжимая из нее все возможное, так что она, на самом деле, свои, вот это моя любимая фотография, ну, посмотрите, какая шикарнейшая женщина, но, как я писал в своем посте, это аристократка, которая выносила говно за ранеными и стояла у станка и никогда не ныла, никогда не кляла судьбу, она, надо ей дать должное, не писала пропаганные советы, вот, гады, жиды, большевики, нет, вообще ничего от этого не было, она признавала, что они сами виноваты в этом, она просто, как бы, она принимала жизнь такой, какая она есть, это то, вот, что сейчас нам очень не хватает в нашей стране, да, вот у нас сейчас в состоянии массовой истерии психоза, делешь на два лагеря нашей страны, мы не можем принять жизнь такой, какая она есть, к сожалению, для нас, нам бы хотелось жить в ситуации, когда баунти, белый песочек и все такое прочее, но, к сожалению, прогресс и развитие цивилизации, оно проходит иногда и через катаклизмы, от которых мы независимы и на которые мы никак не можем повлиять, мы простые, смертные, хоть мы там, не знаю, хоть через задницу прыгни, но, вот она это прекрасно понимала, и вот за это, собственно, это один, наверное, из самых ярких и приятных представителей дома Романовых, про которого мне было вам крайне приятно рассказать, и я очень рад, что у нее был такой хороший, счастливый конец, то есть она вот последние там где-то 15-20 лет наконец жила для себя, для себя самой и познала все прелести жизни. Это, ну, в принципе, все, что я вам хотел рассказать, да, я знаю, что у вас вопросы, я обычно не искасаюсь своих замечательных комментариев и зрителей и так далее, но вот один меня тут недавно просто потряс, в инстаграме мне написал один человек, что типа, ну и как бы и что, и ты тоже езжай в свой Париж, и оттуда там вещай и так далее, я говорю, а в чем проблема-то, а вот вот она уехала, а вот Зоя Космодемьянская, когда пришли немцы, никуда не уехала, я говорю, стопе, то есть вы хотите сказать, что большевики и фашисты это одно и то же, то есть ей надо было областаться и бороться с проклятыми фашистами, ну в общем, вот понимаете, какая иногда каша у людей в башке, они сами даже не понимают, что вот когда они такое говорят, они немножечко, так сказать, это так передергивают, что это все можно вырулить на совсем другое поле. Вот, какие вопросы, я вижу у вас много вопросов, да? Они, мемуары изданы где-то? Да, мемуары ее изданы, естественно, в Советском Союзе они не издавались, по понятным причинам, хотя, кстати, ее мемуары могли бы издать, но она, она хоть и мягкая, но она все-таки пишет, что там было, а не принято было эти вещи там, ну и с расстрелом, и с Лопаевской шахтой педалировать особо. Я, например, вообще про Лопаевскую шахту не знал в школе, то есть нам об этом не рассказывали, да, это никто не знал. Вот, они не знаны, они есть в свободном доступе в сети, то есть они даже не на Литрес, а вот, ну я их нашел просто бесплатно где-то, скачал во всех форматах. Да, мемуары, ну, наберите просто в гугле мемуары или вспоминания великой княгини Марии Павловны, и там это рано или поздно вам вылезет. Да, рекомендую почитать, совершенно потрясающая книжка, я получил громадное удовольствие, просто жить захотелось, понимаете? Какой она на году умерла? Вот, мне задавали этот вопрос в Москве, я сказал, да, я посмотрю, и не посмотрел. Ну, не-не-не, это было по... Вот фотография была, где свадьба, значит, после Великой Отечественной войны, конечно же, да. А у него вот эти все потомки, они так... А ой, у них там огромное количество потомков, есть фотографии, я видел в интернете, они приезжали, кстати, сюда, в Россию, да, вот эта вся шобла шведская приезжала, вот, то есть, ну, они как бы, Швеция это вообще отдельная страна, у меня просто как бы был роман со шведкой, Сесилия Линстерн, она была вице-константом в Швеции, я был нищеброд студента, она была такая вот, классикл, голубые глаза, блондинка, дипломатическая неприкосновенность. Естественно, мы у нее там все, все наши тусовки бухали в этом шведском переулке, в ее квартире, но это очень специальные люди, шведы, они, они, вы не представляете, как они отрываются, то есть, они так вроде, ну, такие, нордический тип, они так зажигают здесь, там-то нет, там она, когда уезжала, она говорила, господи, они такие, ты не представляешь, как там скучно, но вот когда они вот за рамки вот это вырываются, да, вот тут они жгут напалмом, я думаю, поэтому ее, Лененька, это свой остров и организовал, что ему, конечно, с его русской кровью, ну, полу, полу русской кровью, да, было немножко тесновато в этом шведском корсете социальном. А я, сурек, ты власть не пыталась достать? А зачем? Вот как бы, все время, это уже который раз мне спрашивают такой вопрос, понимаете, советская власть, ну, конкретно эти органы, там тоже не идет, работали, ну, то есть, а зачем? Ну, то есть, она живет, она советскую власть не поганит, она терактов не замышляет, более того, она живет в какой-то вообще в Латинской Америке, да и хрен с ней пусть живет. Советская власть заставала тех, кто представлял опасность для советской власти, там, Кутепов, Савенков и так далее, Троцкий, да, а тех, кто там жил, единственное, они там пытались какое-то инфополе создать одно время, да, особенно с помощью Коминтерна, а так нет, да и потом, ну, чего, что здесь песни, слов не выкинешь, это было возможно в 20-е и 30-е годы, а потом в конце 30-х все, кто эти операции проводил, уже всех почикали, там, начиная с Артузова и всех остальных, поэтому, к сожалению, сталинская машина перемолола даже гения нашей разведки, и, ну, это называлось КРО, контрразведленное отделение, все? Нет, еще, хватит, хорошего понемножку, значит, друзья мои, да, спасибо, я напоминаю вам, что, во-первых, вот у меня есть остро-социальный роман, здесь можно прикупить, все продам с автографом, вот эта книжка, у меня тут прямо в сторис отметили, отметили прямо куски этой книги, и говорят, деньги потрачены не зря, потому что вот методичку я написал реально, хоть это и война 1905 года, но вот сейчас это прямо актуально, ну, а эта книжка, ну, мой личный бестселлер, потому что я умудрялся, умудрялся уже вот сам, уже допродаю второй тираж, без участия издательства, это Невский с Персом, это путеводитель по Невскому проспекту, очень хорошо сделанный, да, здесь у нас магазин все по тысяче, да, так что если нет Нала, можно по номеру телефона привести, подпишу, ну, и для, так сказать, зрителей пока еще существующего Ютуба, не знаю, как долго он протянет, потому что либо его там прикроют, либо его здесь прикроют, я думаю, ждем, кто первый, экскурсии идут в Петербурге, они вот сейчас пока проходят по выходным, конечно, с подписью, по выходным, а начиная с мая там вообще будут по 3-4 в неделю идти, вечерние, дневные, так что есть анонсы на сайте, меня очень легко найти, Павел Перец в любом поисковике, так что мне вот эти закрытия инстаграмов и остальное не очень меня особо печалят, поэтому, ой, как плохо жить без инстаграма, так, все, спасибо за внимание. Спасибо.